Если пара предохраняется прерывным половым контактом и до сих пор не забеременела, значит пара бесплодна. Проблемы с зачатием очевидны. Нет яйцеклетки, сложно забеременеть. Ну, было пять половых контактов, таблеточка. Это несложно. Эндометриоз не равно бесплодие. После использования контрацепции женщина не сможет забеременеть. Шок. И вот такие вот глаза. Здравствуйте, меня зовут Гаврилова Ирина, врач-гинеколог-репродуктолог клиники ДОК в МедИКО. Сегодня мы будем, как всегда, говорить о важных женских темах, в частности о бесплодии, о том, что такое на самом деле бесплодие, о том, когда бесплодие диагнозом не является, и мысли об этом возникать не можем, и также поговорим про донуство половых клеток. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Это помогает нам популяризировать науку и доносить качественную информацию максимально большому количеству людей. Очень часто женщина предполагает, что у неё могут быть проблемы с зачатием просто потому, что у неё, условно, болит вниз живота, у неё нерегулярный менструальный цикл. Есть какие-то дополнительные жалобы, связанные с гинекологией. Но мы никогда не можем говорить о бесплодии, если пара ещё не предпринимала попыток зачатию. В частности, самая больная тема для женщины – это нерегулярный менструальный цикл. На самом деле, при такой симптоматике чаще всего у женщин и овуляция нерегулярная, а без овуляции проблемы с зачатием очевидны. Нет яйцеклетки, сложно забеременеть. Но это не равно бесплодие, потому что овуляция иногда может быть, и этого хватит для наступления беременности. И даже если вдруг овуляции нет, мы можем её стимулировать. Чаще всего причиной нерегулярных менструаций у женщин является синдром поликистоза яичников, при котором на самом деле овуляция нерегулярна. Но для этого нам нужно чаще всего прибегать к каким-то серьёзным вариантам лечения. И в большинстве случаев мы справляемся с помощью стимуляции овуляции. Пациентка при этом принимает препарат, чаще всего переральную форму, таблеточка. Это несложно, экономически это довольно выгодно. При этом доктор приглашает пациентку примерно раз в 3, может быть, в 5 дней на фолликулометрию. Он смотрит, как фолликула растёт, в каком яичнике он есть, и в определённый момент рекомендует жить половой жизнью. И таким образом тот самый нерегулярный цикл, который изначально пациентку нашапугал, превращается в беременность, проблема уходит. Эндометриоз и бесплодие – это более, наверное, серьёзная проблема, потому что эндометриоз, в принципе, очень многолик. Да, для кого-то эндометриоз – это рецидивирующие кисты яичников и необходимость оперативных лечений. Даже, к сожалению, бывает так, что ни одним оперативным лечением эта история заканчивается. Для кого-то эндометриоз – это жуткая боль менструальная, для кого-то боль при половом контакте, для кого-то при овуляции, для кого-то при дефекации, для кого-то, в принципе, нет симптоматики, и пациентка узнаёт о том, что у неё эндометриоз только по факту диагностической лапароскопии, потому что как раз в беременность не вступает. Поэтому да, к сожалению, сегодня эндометриоз является одной из причин ненаступления беременности. При этом важно сказать, что эндометриоз не равно бесплодие. И бывает так, что у женщин яркие клинические проявления, опять же, рецидивирующие кисты, инфинитративный эндометриоз. Но беременность наступает с первой попытки. И вот здесь мы работаем с конкретной пациенткой. Мы не можем сегодня излечить эндометриоз. К сожалению, сегодня до конца не ясно, откуда он берётся. Теорий много, когда эта теория подтвердит себя, одна из них. Человек, который эту теорию подтвердил, скорее всего, получит Нобелевскую премию. Но пока мы просто боремся с симптоматикой. У кого-то болит, кому-то необходимо оперативное лечение, кому-то лечение бесплодия, иногда с вариантами ЭКО. Возвращаясь к теме нерегулярных менструаций и диагнозу синдрома болиокистоза яичников. Опять же, пациенток очень часто пугает информация, которая представлена в том же интернете. СПКЯ равно бесплодие. Я своим пациентам всегда говорю «нет, ни в коем случае», потому что даже одной овуляции может хватить для того, чтобы наступила желанная и долгожданная беременность. Поэтому, опять же, если мы поставили пациентке диагноз СПКЯ, и пациентка планирует беременность, мы изначально рекомендуем ей жить половой жизнью регулярно, без вариантов контрацепции, даже несмотря на нерегулярный менструальный цикл. Даже несмотря на то, что у нее менструация приходит раз в 3 месяца. И только по истечении определенного времени, обычно это месяцев 6, если беременность не наступила, и пациентка больше не настроена планировать беременность самостоятельно, мы можем предлагать ей вариант стимуляции овуляции. Если же пациентка говорит нам, что «в принципе, я еще готова подождать, попробовать самостоятельные попытки к зачатию», это тоже вполне себе возможно. Запомните, пожалуйста, что диагноз СПКЯ ни в коем случае не равен диагнозу бесплодия. И пока женщина не жила половой жизнью и не пробовала забеременеть самостоятельно, мы диагноз бесплодия не ставим. Основной миф вокруг комбинированных оральных контрацептивов и, в принципе, вокруг гормональной контрацепции. Звучит он так. После использования контрацепции женщина не сможет забеременеть. Но вопрос, почему, вдруг, с чего это возможно? Потому что контрацептивы гормональные, они как бы не накапливаются в организме, не могут действовать в дальнейшем. И даже, может быть, вы слышали тоже миф, но все-таки историю про ребаунт-эффект. О том, что наоборот, если женщина планирует беременность, и она не ступает, нужно принять контрацепцию в течение нескольких месяцев, пускай это будет 3 месяца, 4 месяца, отменить. И вроде как яичники отдохнувшие выстрелят, и женщина забеременеет. Это неправда, сразу говорю, пожалуйста. Ни в коем случае не нужно пробовать такой вариант лечения. И у нас, получается, два мифа, как будто друг другу противостоят, правда? Вернемся к первому. Кок и бесплодие. С чего вдруг, если женщина начинает овулировать сразу после отмены гормональной контрацепции? Есть другие ситуации, например, какими я могу объяснить и наступление беременности после отмены гормональной контрацепции. Но эти ситуации параллельные. Например, женщина принимала гормональную контрацепцию. Параллельно случилась инфекция, передаваемая полным путем. Например, хламидия. Из-за этого маточные трубы стали непроходимыми. Женщина отменяет контрацепцию, пробует беременеть, беременность не наступает. При исследовании выясняем, что маточные трубы непроходимы, и вот на причине наступления беременности. Так кто виноват? Контрацептивы или хламидии? Ну, конечно, второй вариант. Но, может быть, некоторым было бы легче сказать, что вот, отменила контрацептивы, теперь забеременеть не могу. И, к сожалению, именно эти моменты культивируют мифы. Но я еще раз повторяю, что это неправда. И могут быть ситуации, которые случились параллельно и вызвали какие-то проблемы с зачатием. Ну, точно не прием кок. Итак, бесплодие – это не наступление беременности в паре при условии регулярной половой жизни без вариантов контрацепции. Где женщина младше 35 лет, такой паре дается на плоти зачатия 12 месяцев. В той паре, где женщина старше 35 лет – 6 месяцев. И если за этот промежуток, опять же повторю и акцентирую, внимание, регулярный – это 2-3 контакта в неделю половой жизни без контрацепции беременности наступает, мы можем такой диагноз определить в карте наших пациентов. Тоже внимание акцентирую не пациентки, а пациентов бесплодие – это диагноз двух человек, диагноз пары. И очень часто возникает дополнительный вопрос – а женщина старше 35 лет должна быстрее беременеть? А почему такая разница в этих временных промежутках? А смысл не в том, что женщина должна быстрее забеременеть. Смысл в том, что если вдруг у женщин старшего репродуктивного возраста беременности наступает, мы быстрее должны начать этот поиск диагностический и найти причину, потому что мы не можем тратить большое количество времени, учитывая именно фактор возраста, который в репродукции является основным. Есть категория пар, которым мы без попыток зачатия говорим о том, что беременность в этом случае самостоятельно невозможна. Например, мы точно знаем, что маточные трубы женщины непроходимы, и мы, конечно, не будем давать никакое время для попыток зачатия. Мы сразу предлагаем вариант с ВРТ. Например, если у женщины была удалена ткань яичников, тут тоже нет никакого смысла на какие-то попытки зачатия. Это априори не успех. Есть женщины, которые рождаются без матки. Это синдром Майера-Кетельского Кюрстера. Опять же, совершенно очевидно, что мы будем предлагать какие-то варианты ВРТ. или есть у мужчины проблема. Изначально мы знаем о мужском факторе бесплодия. То есть эта пара пришла на прием, и мы сразу говорим о том, что в вашем случае диагноз бесплодия ставится уже сейчас, и предлагаются какие-либо варианты решения проблемы. В другом случае, опять же, прошло 12 или 6 месяцев регулярной половой жизни. Беременность при этом не наступила. Мы оцениваем овуляцию. В идеале должна быть регулярной. Мы оцениваем проходимость маточных труб. Оцениваем матку, в частности, полость матки, чтобы эндометрия была качественной, без патологических образований типа миом, полипов и так далее. Достаточно толщины для импутации эмбриона. Оцениваем фертильность партнера с помощью анализа спермограмма и мартест. И обязательно уточняем у пары про регулярность половой жизни. Потому что бывает на практике так, что все с парой хорошо, но по каким-то причинам, например, командировки, ну, что-то еще личное, пара просто нерегулярно живет половой жизнью. И за 12 месяцев, например, ну, было 5 половых контактов, конечно, в этом случае про диагноз бесплодия речи идти не может. И в конце я хочу обратиться к женщинам, и в частности к женщинам младшего возраста, которые очень часто переживают. И основное переживание – я не смогу забеременеть просто потому, что у меня что-то где-то кольнуло и болит. Ни в коем случае не думайте об этом и не ставьте себе подобных диагнозов просто на основании каких-то сторонних жалоб. Напоминаю, что бесплодие – это диагноз, который мы ставим при том, что пара жила половой жизнью без контрацепции и беременность не наступила. Когда я училась в университете медицинском, я прям помню этот день, эту лекцию. Профессор с трибуны нам, молодым студентам, интернетным ординаторам сказала такую фразу, что если пара предохраняется прерывным половым контактом и до сих пор не забеременела, значит, пара бесплодна. У многих девушек в зале был шок. И вот такие вот глаза. Потому что они сразу автоматически поставили себе диагноз бесплодие. Так вот, акцентирую внимание, опять же, на регулярной половой жизни без любых вариантов контрацепции, в том числе прерванный половой контакт – это тоже вариант контрацепции. Да, не очень надежный, но если пара таким вариантом предохраняется и беременность наступила, это ни в коем случае не значит, что у пары есть бесплодие. Продолжение следует...